МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы поговорим о чувашском языке. И в этом мне будут помогать ребятам. Сейчас я их представлю. Это Настя, Матвей, Вика. Я предлагаю сделать следующий формат нашего общения. Мы будем обозначать определенные темы. Я буду вам задавать вопросы, вы мне будете отвечать. Вот примерно так. Не рвайте. Хорошо. Конечно, не рв. Очень хорошо. Итак, первый вопрос, который я хочу вам задать. Скажите мне, пожалуйста, ребята. Сколько языков на нашей планете, на нашем земном шаре? Около 7 тысяч. Около 7 тысяч. Хорошо. Почему около? Совершенно верно. Вы совершенно правы. Но почему около? Почему мы не можем сказать, что, например, у нас 7384 языка? Потому что каждый день появляются новые языки. Потому что языки исчезают. Тоже верно. Вы говорите правильно. Ну, конечно же, языки не исчезают с такой быстротой и не появляются с такой быстротой. Наверное, это, в общем-то, долгий процесс. Но, действительно, языки исчезают, языки появляются. Но почему мы не можем точно сказать? Ну, по простой причине. Потому что ученым, лингвистам иногда бывает сложно определить, где кончается один язык и начинается другой язык. Иллюстрирует, в общем-то, эту ситуацию, такой вот пример с сербо-хорватским языком. Еще недавно на территории бывшей Югославии существовал так называемый сербо-хорватский язык. У меня даже в словарике есть такой сербо-хорватский язык. Дома лежит. Вот. Так вот, сейчас страна распалась, и мы имеем боснийский язык, сербский язык и хорватский язык. Три языка, которые очень хорошо взаимопонимаются. И, в принципе, большую разницу-то между ними нету. Если мы возьмем, например, наших соседей, Марийскую республику, республику Мариэл, то там горно-марийский и луговой марийский куда больше различны между собой. Ребята, расскажите мне, пожалуйста, а какой самый распространенный язык? Английский. Китайский. По количеству носителей? Да, хороший вопрос. Действительно, это был вопрос с подвохом. Дело в том, что если мы говорим о количестве людей, которые с детства говорят на определенном языке, то, конечно же, китайский. То есть мы знаем, что в Китае живут более миллиарда человек, полтора миллиарда человек. Но если мы говорим о количестве людей, изучающих этот язык, то мы должны, конечно, вы правильно упомянули, это английский язык. Хотя, по большому счету, если взять китайский и английский, они сравнимы в том плане, что около полутора миллиардов владеют китайским языком, кто с детства в качестве второго языка. Ну и китайский и английский, в принципе, они примерно по количеству владеющих этими языками примерно одинаковы. Хотелось бы сказать, что есть такая организация, Сил Интернешнл. Так вот, эта организация ведет учет живых языков на нашей планете. По подсчетам, по последним подсчетам, а более точно, 21 февраля, вышло 21-е издание этой организации. То есть она называется «Этнолог». И в соответствии с их подсчетом на земном шаре существует 7097 языков. Вот такую точную цифру они попытались дать. Этот каталог выходит раз в год. Цифра немножко меняется по известным причинам. Как вы правильно сказали, появляются новые языки, исчезают какие-то языки. Ну вот, есть такая цифра, на которую мы можем так или иначе ссылаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем в расчет такие языки, как китайский язык, английский язык, полтора миллиарда против одного миллиона, конечно же, это несравнимые цифры. Ну или русский язык, да, 150 миллионов людей, которые с детства говорят по-русски, это тоже достаточно много. Но если мы говорим о таких языках, как, например, башкирский, чеченский язык, это тоже языки-миллионники. Или ранее упомянутый боснийский язык, тоже на боснийском языке чуть больше миллиона говорят. Мы также можем привести такой пример, как эстонский язык. Ну, эстонском языке чуть больше миллиона говорят на эстонском языке. Интересный момент, что, например, вы все слышали о таком государстве, как Исландия. На исландском языке всего говорят 300 тысяч человек. Много это или мало? Ну, для сравнения, в Чебоксарах живет куда больше. У нас почти что полмиллиона, да, населения города Чебоксары. Полмиллиона и 300 тысяч, то есть чуть ли не в два раза больше, представляете? То есть все чебоксары говорят по-чувашски или по-исландски, и вот это все государство Исландия. Но, с другой стороны, есть еще вот такие языки, как гренландский язык. Остров Гренландии, вы, наверное, по географии все знаете, где находится. Вот, и на гренландском языке тоже говорят люди, 60 тысяч человек, и он является также государственным языком вот этого острова. На этом государственном языке 60 тысяч. Ну, представляете, да, примерно такой же, как Канаш. Есть даже университет. В университете преподают в том числе на гренландском языке. Там есть датский язык, ну, и еще гренландский язык. Вот такие вот цифры. Все относительно. В принципе, чувашский язык считается крупным языком. Не очень крупным языком, но достаточно большим языком, на котором говорят миллион, даже более миллиона человек. Это здорово. Ребят, а что вы знаете о чувашском языке? Государственный язык Чувашской республики. По-чувашски говорят в Башкортостане, Татарстане, также в Ульяновской, Самарской области и даже в Вензинской. Оренбургской области. Совершенно верно. То есть, в принципе, на достаточно большую территорию в Российской Федерации есть населенные пункты, где люди говорят по-чувашски. Хорошо. А что вы еще знаете? Чувашский язык относится к тюркской группе языков. Да, он совершенно верно. Также он очень отличается от других тюркских языков. Да, вы правы. Действительно, он отличается от других тюркских языков. Самые близкие, родственные нам языки – это башкирский и татарский. Так вот, мы, татары и башкир, понимаем всего процентов на 50. Да, мы понимаем. Мы понимаем, что это тюркский язык. Мы понимаем, что родственные – это языки. Но проблема в том, что мы не совсем их понимаем. Хотя татарский и башкирский между собой на 90 процентов, они почти что друг другу, ну, почти все понимают. Там разница небольшая между этими языками. Вот. Так, чем же отличаются эти языки? То есть, чувашский язык отличается от других языков. Для этого есть небольшой мультфильм, которым я вам предлагаю посмотреть. Все знают, что чувашский является тюркским языком. Хотя долгое время не могли понять, как так язык тюркский, а почему-то на другие тюркские языки не похож. И вправду, татарин с башкиром, каждый говоря на своем языке, вполне друг друга понимают. Так же и с узбеком, турком и так далее. А подошел чуваш, и разговор не заклеился. А дело было так. Так, некогда существовал один общий тюркский праязык. Конечно, племена, которые пользовались этим языком, отличались. Но все же грамматика слова, порядок слов в предложении, все было очень близким. Но как-то очень давно, по причинам, о которых мы можем только догадываться, происходит большое разделение языков на так называемые «зе-языки» и «р-языки». Почему так назвали? Очень просто. Так называемые «зе-языки» решили, что некоторые слова со звуком «зе» звучат лучше, понятнее, яснее. Но были и те, кто предпочитали в тех же словах звук «р». Так называемые «зешники» слово «девушка» стали произносить «кыз», а «решники» «хер». Итак, «к» соперничает с «х», а «з» — с «р». Ну, скажете вы, и что тут похожего? То-то и оно, что появилась настоящая закономерность. И сейчас мы это называем фонетическим законом. Возьмем другое слово «гусь». «Зешники» назвали его «кас», а «решники» — «хур». Так вот, «зешный» язык — это сейчас татарский язык, а вот «решный» язык — чувашский. Языки родственные, хотя на первый взгляд может показаться, что ничего общего. Опираясь на этот фонетический закон, мы можем обнаружить, что столица Татарстана — Казань, который по-татарски называется Казан, и наши любимые «хуран-кукли» — чувашские вареники, оказывается, имеют нечто общее. Но, конечно, вы слышали слово «казан», а вот «хуран-кукли» — ничто иное, как «котелковые пирожки». Конечно, если мы переводим дословно. В обоих случаях есть слово «котел». Итак, «казан» в татарском — это «хуран» по-чувашски. Надо сказать, что «зе» языков сейчас очень много, практически все тюркские языки. А вот из «ре» языков единственный живой — это чувашский язык. Считается, что к таким языкам относились такие языки, как булгарский и хазарский. А некоторые полагают, что еще и древнеабарский язык. В современном языкознании такие языки решили назвать булгарскими. Конечно, не только это отличает чувашский язык от других тюркских языков. Есть еще один фонетический закон — переход «ш» в «л», или наоборот «л» в «ша». Например, камень по-чувашски будет звучать «чул», а вот по-тюркски — «таш». Кстати, «чулхула», то, что мы называем каменным городом, — ничто иное, как Нижний Новгород. А вот столица Узбекистана, Ташкент, тоже называется каменный город. «Таш» плюс «кент». Еще одна отличительная черта чувашского языка от других тюркских языков — это показатель множественного числа. В чувашском языке это всегда «сем», а в татарском — «лар». Например, девушки по-чувашски — «херзем», а по-татарски — «кызлар», или «камни». Понимая фонетические законы, намного легче понимать другие языки. Давайте разбираться, чтобы лучше понимать нашу историю и в обычном находить удивительное. В этом отношении чувашский язык очень интересен и полон загадок. Давайте разгадывать их вместе. Ну что, теперь стало немножко понятнее? Палах, конечно же. Козыкло интересно было. Монакий, Лиши, мне понравилось. Очень хорошо, если вам понравилось, было интересно. Действительно, чувашский язык заимствовал очень много слов из других языков. Ну, конечно же, это, во-первых, определенный пласт арабо-персидских слов. Такие слова, как «вогат», «сиедь», «пахча», «псад». А кроме этого, есть слова татарского происхождения, но это более поздний пласт. Это, в общем-то, пласт Золотой Орды, когда чуваши были в рамках Золотой Орды. Есть слова русского происхождения. Немало слов, которые тоже появились относительно недавно. Может быть, век, два века, в общем-то, мы используем русские слова. Есть, конечно, небольшой пласт финно-угорских слов. В общем-то, здесь кругом нас окружали, в хорошем смысле этого слова, окружали морийцы, мордва, удмурты. И, конечно же, в последнее время в чувашский язык проникает очень много слов английского происхождения. Но это через русский язык. Но об этом, обо всем мы, наверное, поговорим в следующий раз. Ну что, ребята, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Теперь отель получей? В тибер. В тибер. Всего было. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Петер. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok